В 4 веке до н.э. в греческом городе Эфесе базарный торговец Герострат сжег храм Артемиды. Мастера строили это здание 120 лет, и оно входило в число семи чудес света. Храм должен был простоять тысячелетия, если бы не один тщеславный человек. Поразмышлять на тему зла и прощения и сделать свои выводы предлагают создатели спектакля «Забыть Герострата». Спектакль поставил режиссер, который уже давно связан с Гомельским театром. Во второй половине 70-х годов Вячеслав Крючков служил здесь главным режиссером и создал немало постановок, о которых до сих пор вспоминают зрители старшего поколения. Одним из таких спектаклей и была постановка «Забыть Герострата». Так что нынешняя премьера – своеобразная дань памяти богатому историческому прошлому театру. Роли исполняют народная артистка Беларуси Людмила Корхова, заслуженный артист Юрий Фейгин, артисты Александр Лавринович, Анастасия Задорин, Алексей Бычко, Владислав Карака и другие. Постановку приурочили к 80-летию драмтеатра, который будет отмечаться в декабре этого года. Глубина души народной. В Гомельском областном центре народного творчества открылась выставка национальных костюмов жителей Полесия 19-20 веков. Повседневные праздничные комплекты прибыли в областной центр из Прутковского сельского дома культуры. В экспозиции 15 образцов женской и мужской одежды. Особенность Прутковского строя – белые фартуки и рубашки, расшитые цветной гладью. В орнаментах преобладают растительные мотивы – цветы, листья роз, ягоды и листья калины. Так украшали не только женскую одежду, но и мужские рубашки. При этом каждая вышивка имела особый смысл. Узнать семантику орнаментов и узоров Прутковского строя можно до 17 июля. В Российском центре науки и культуры открылась выставка фотографий из Музея обороны и блокады Ленинграда. Экспозиция под названием «И музы устояли» – это фотографии людей, которые пережили блокаду. Снимки посвящены работе творческой интеллигенции – артистов, музыкантов и литераторов в условиях осажденного Ленинграда. Посетители увидят, как горожане сохраняли памятники и давали жизнь новым творениям в искусстве. Выставка приурочена ко Дню памяти и скорби – памятной дате, которая ежегодно отмечается 22 июня. Далее анонс культурных событий следующей недели. Известный сюжет о девушке-сироте Джейн Эйр по мотивам романа английской писательницы Шарлотты Бронте покажут на сцене Дворца культуры железнодорожника. Яркий и динамичный мюзикл исполнят артисты Белорусского государственного академического музыкального театра. Над постановкой работали композитор Ким Брейдбург и поэт Каренко Валериан. «Моя вторая родина» – совместный проект презентуют эстрадно-симфонический оркестр имени Юрия Василевского, английский писатель Найджел Робертс и фольклорный ансамбль славянской песни. Фильм-концерт можно будет увидеть в Светлогорском ДК «Энергетиков» и Гомельском колледже искусств имени Соколовского. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин